Впервые пустые полки в некоторых магазинах жители Подмосковья увидели почти месяц назад. В прилавках начали исчезать сахар, гречка, макароны, предметы личной гигиены. Все это время за ситуацией следили профильные ведомства и проводили еженедельный мониторинг наличия товаров первой необходимости и цен на них. Поставки происходят почему-то неравномерно. То есть, грубо говоря, нарушена цепочка между директорами магазина и распределительными центрами. То есть, заказывают как в обычный период, да, хотя спрос, естественно, повыше. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в ходе своего рабочего визита в муниципалитет решил проверить наличие товаров в нескольких сетевых магазинах Видного. Все, что есть, у нас мы все выкладываем сразу в зал. У нас практически была сегодня поставка, а сейчас девочки чуть освободятся и будут выкладывать сразу товар. Мы не храним товар, не берем. У вас в этом на складе какой-нибудь сахар, несколько полетов? Нет. Как вы говорите? Нет, нет, мы не прячем сахар. Участники рейда проверили наличие и уровень цен на все социально значимые товары. Гречку, геркулес, масло, муку, рис, яйца, так называемый борщевой набор. На полках в одном из магазинов не удалось обнаружить сахар и обычную поваренную соль. Соль практически в всех магазинах есть. Почему здесь ее нет? Ну, надо будет разбираться с конкретной торговой точкой. А в целом и сахарный песок практически везде есть. И вот цены, конечно, разные везде. Поэтому мы и смотрим, чтобы они не были необоснованными причинами завышены. Подобные рейды в муниципалитете проходят на постоянной основе два раза в неделю. Цены на 58 позиций жизненно важных товаров вносится в специальное мобильное приложение, созданное совместно с Министерством сельского хозяйства Московской области. В последнюю неделю было выявлено подорожание порядка 17% в среднем на определенные товары. То есть это так называемый борщевой набор. Сигнал тревожный, но не критичный. Единственное, сегодня мне не понравилось, почему-то не было соли. Я думаю, что этот вопрос мы возьмем на контроль. Уточним у территориального регионального управляющего конкретной данной сетью, откуда такая проблема. Мы сюда придем повторно после того, как его завезут, и проверим, фактически появился он или нет. Потому что сейчас мониторим вот этих особых продуктов, которые в перечне жизненно важных предметов питания и просто то, что необходимо для быта. Конечно, мы будем проверять, также ходить, смотреть. Причина пустых полок – банальный ажиотажный спрос. Плюс большая часть крупных ритейлеров работает с региональным распределительным центром через автозаказ. Поэтому магазины просто не могут вручную дозаказать раскупленный товар. Представители администрации, муниципалитета и депутатского корпуса пообещали держать ситуацию на контроле. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.